Ребятки, всем привет! У меня в руках Samsung Galaxy S21 Ultra, а это означает, что настало время поделиться своими впечатлениями об этом смартфоне. Делаю сразу сноску, что у меня смартфон образец не с финальным программным обеспечением, точно так же, как и у других блогеров, если вы не знали. И в этом видео я хочу рассказать свои первые впечатления, которые уже сформированы и точно не поменяются от версии программного обеспечения. Более детальное сравнение мы подготовим для вас отдельно. Ну, присаживайтесь поудобнее, ссылка на S21 Ultra, да, вы знаете, в описании. А мы начинаем. Поехали! Каждый год, когда выходит какой-то новый смартфон, я слышу от блогеров и от прессы одну и ту же фразу. Дизайн переделали, и вот теперь вот стало хорошо. Давайте мы сейчас немного объективнее взглянем на дизайн, возьмем Galaxy S20 Ultra и посмотрим, что же поменялось и стало это лучше или хуже. Начнем с того, что текущий флагман стал меньше. 6,8 дюйма дисплея против прошлогодних 6,9 дюйма. Габариты тоже все уменьшились. Высота, ширина, толщина, все по чуть-чуть меньше. Но вот вес стал больше. Всего на 7 грамм, но больше. Эти изменения я считаю позитивными, так как в руке он объективно лежит лучше, ведь он меньше. А на уменьшение диагонали на 0,1 дюйма обращаешь внимание только при непосредственном сравнении с S20 Ultra. Во всей линейке смартфонов новый блок камер. И если раньше это был именно отдельный блок камер, то теперь это такой наплыв с рамки. Все это, конечно же, выступает из корпуса примерно на уровне S20 Ultra, но сильно меньше, чем у Note 20 Ultra. Этот телефон останется непобежденным, конечно, в этом плане. На мой субъективный взгляд, такое решение более свежее и интересное. И мне нравится больше. Хотя, на самом деле, ты об этом абсолютно не думаешь. Ты покупаешь смартфон, ты смотришь на дисплей. Что там сзади тебя вообще меньше всего волнует. Но раз все обсуждают, давайте обсудим. Все-таки приятно, когда смартфон сзади тоже красивый. Единственное, что мне не нравится в любом таком блоке камер, это то, что на ровной поверхности у нас есть небольшой эффект лодочки при работе с дисплеем. А после кармана вот тут достаточно хорошо набивается пыль. Обе проблемы решаются чехлами, которые вы наверняка будете носить, ибо страшно. Хотя тут и защитное стекло Gorilla Glass Victus, такое же, как на Note 20, которое в два раза устойчивее к царапинам по сравнению с Gorilla Glass 6-го поколения, как на S20 Ultra. Но мы-то все знаем, как оно бывает. Оглянуться не успел, а уже царапина. Поэтому пленка, чехол, как обычно, must have. Victus это хорошо, а царапины на дисплее, как бы, они появляются фантомно. Да и в целом, если посмотреть на заднюю часть устройства, S21 Ultra мне симпатизирует больше. И есть объяснение. Модули камер выглядят массивнее, и относительно размера всего блока, как-то оно приятнее выглядит. К примеру, на S20 Ultra, вот посмотрите, блок огромный, и объективы, так сказать, теряются на фоне его площади. У Note 20 Ultra ситуация лучше. Объективы тут больше, а весь этот модуль камер меньше. А вот на S21 Ultra относительные размеры прям очень хороши. Ну и матовый цвет. Это даже не обсуждается. Минималистично, практично, красиво мне зашло. Ну и, конечно же, смартфон, как всегда, защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. По управляющим элементам все на прежних местах. А вот сим-лоток переехал с верхней грани на нижнюю и лишился поддержки карт памяти. Так что теперь, как с Apple, вы должны сразу понять, какой объем постоянного накопителя вам нужен. Потому что в дальнейшем уже расширить не получится. Дисплей, как я уже говорил, 6,8 дюймов. Динамика AMOLED 2X. Разрешение осталось прежним, но так как чуть-чуть уменьшилась диагональ, плотность пикселей выросла. Есть поддержка HDR10+, Netflix смотреть одно удовольствие. И, кстати, раз уже про Netflix и просмотр контента, хочу сообщить, что динамики на S21 Ultra стали сильно лучше. Причем существенно увеличилась громкость на дополнительном динамике, который находится над селфи-камерой. За счет чего стереоэффект ощущается совершенно на другом уровне в сравнении с S20 Ultra. Да и в целом звук стал громче и мощнее. Очень позитивные изменения. Молодцы. Но вернемся к дисплею. Выросла яркость с 1400 нит на S20 до 1500 нит на S21. Это ощущается, можете сами заценить, надеюсь, на видео будет видно. Правда, жаль не указывается, какая яркость без HDR режима. Ну, вы же знаете, что вот эта пиковая яркость в 1500 нит или в 1400, как на S20, указывается это только в режиме воспорядления HDR видео. Когда вы просто выкручиваете максимальную яркость, это не 1400 нит. И вот этой максимальной яркости, даже 1500 нит, мне, честно говоря, на ярком солнце, даже зимой, немножко не хватало. Хотя она действительно ярче, чем S20 Ultra. Самая радостная новость касается 120 Гц. Теперь такая герцовка доступна во всех разрешениях, включая W Quad HD. Хотя, честно сказать, в повседневном использовании я всегда использую Full HD+. Я не вижу разницы, если вот так вот не вглядываться в шрифты W Quad HD+, и Full HD+. И всегда пользуюсь средним разрешением, потому что так экономнее. Однако, если вы видели разницу, и для вас это было прям вот существенным недостатком S20 Ultra, то тут все в порядке, возрадуйтесь. Теперь 120 Гц даже в W Quad HD-разрешении. А вообще, спасибо, что вообще его оставили, потому что на S21 и на S21 Plus теперь W Quad HD нет. Далее у нас производительность. И тут, так сказать, непочатый край работы, который мы, к сожалению, пока что начать не можем. Тут не финальное ПО. Напоминаю, что у всех остальных обзоров, которые сегодня повыходили, все абсолютно точно так же. Тоже не финальное ПО и не финальные смартфоны. Поэтому делать какие-то тесты сравнения с другими процессорами пока что рановато. Нужно получить смартфон, который уже будет для продажи. И вот тогда уже делать эти все сравнения. А сейчас я просто хочу поделиться своими впечатлениями о работе в целом. Но вообще, мне само очень интересно, как работает Exynos 2100 5-нм в сравнении с 990-м. Exynos, который на 7 нм и с 888-м снэпом и с A14 Bionic. Но это все уже с продажными телефонами. А пока общее впечатление. С новой One UI 3 смартфон летает. Эффект молниеносной работы дополнительно подкрепляется 120 Гц, который теперь работает на всех разрешениях. Я запускал на нем тяжелые игры типа Genshin Impact или Perfect World. Везде все работает нормально. Телефон немножко греется, но это нагрев незначительный. Это никак не влияет на производительность. Но это правильно все говорить в сравнении. Правда, я не хочу сейчас показывать вам какие-то результаты, которые окажутся не финальными. Это будет неправильно и несправедливо по отношению к вам. Да и вообще, по большому счету, флагманские процессоры, любые на сегодняшний день, работают все отлично. У вас нет никаких проблем в повседневном использовании. Ну а кто лучше, мы уже посмотрим с финальной версии смартфона. А пока что говорю как есть. То, что я вижу сейчас. Exynos 2100 работает очень быстро. И у вас не возникнет вопросов ни с какими приложениями или играми. Еще одним нововведением стала поддержка стилуса SP. Который, к сожалению, к нам сейчас не доехал. Поэтому вы смотрите видео с первого взгляда. В комплекте его не будет. При необходимости вы можете его докупить отдельно. И использовать его для ввода рукописного текста, заметок, рисования и так далее. Далее я хочу вам рассказать про камеры. Напоминаю, основная широкоугольная камера тут на 108 мегапикселей. На бумаге она абсолютно такая же, как у S20 Ultra или Note 20 Ultra. Мы это обязательно проверим. Есть ультраширик, который на бумаге тоже абсолютно аналогичен с S20 Ultra и Note 20 Ultra. А вот телефото модуля тут два. И если раньше на S20 Ultra был четырехкратный оптический зум, а на Note 20 Ultra пятикратная оптика, то тут есть и трехкратная, и десятикратная оптика. И вот 10 крат это прям вышка. Но об этом попозже. Пятое отверстие на блоке камер лазерный автофокус, который позволяет быстрее и точнее фокусироваться, особенно при плохом освещении. Ну давайте теперь про телефото. Таким невероятным оптическим приближением на смартфоне я пользуюсь впервые. И честно сказать, для меня это открытие. Стрит-фото, архитектура, люди, птицы, ну просто вау. Я сделал больше фотографий на этот объектив, чем на основной. Но апертура на нем аж 4,9. То есть вы должны понимать, что только стоит солнцу опуститься чуть ниже, все, что вы получаете, это кроп с основной матрицы. И хочу я сказать, что это происходит часто даже до заката. Очень чувствительная к свету оптика вышла, но днем вы реально можете получить невероятные кадры. Мне очень понравилось. Прям вот очень сильно понравилось. Также хочу отметить работу ультраширокоугольной оптики. Мне очень нравится, что у нее хорошая светосила 2,2, которая позволяет делать классные фотографии даже без ночного режима при плохом освещении. В сравнении с iPhone 12 Pro Max, у которого светосила ультраширика 2,4. Тут фотографии заметно светлее, и такая оптика вполне рабочая с низким освещением. Это радует. Также предлагаю вам посмотреть примеры фотографий с селфи-камеры. Отличная детализация, приятные цвета и безупречная работа HDR. Вот за HDR вообще отдельное спасибо, он действительно отличный. Ну а теперь давайте посмотрим на фотографии с основной камерой. Для того, чтобы было интересно, сравним их с фотографиями на основные камеры на S20 Ultra и на Note 20 Ultra. Забегая наперед, скажу, что разница есть. Она небольшая, но в положительную сторону. В целом, без приближения снимки очень похожи. Баланс белого, контрастность, резкость, вроде все рядом. Но, если приближать, а мы всегда любим рассмотреть поближе, то на S21 Ultra я бы отметил более высокую контрастность и более резкую фотографию. Разница незначительная, но она есть, и это изменение в положительную сторону. На мой взгляд, этот контраст, так сказать, в тему. И фотографии справа мне, честно говоря, нравится больше. Но, повторюсь, она не такая значительная, и интересно посмотреть разницу съемки с конкурентами, которую мы сделаем в большом сравнении обзоре. Ну, а в отрыве от всего, это очень хорошие модули, и развитие телефото объективов на смартфонах мне нравится. И мне нравится, как работает ПО в гибридных увеличениях. С 30-кратным приближением днем можно получить хорошие кадры, которые на смартфоне выглядят прям весьма неплохо. И с ними можно работать. Для понимания того, насколько лучше стали работать телефото возможности на S21 Ultra, мы решили сравнить ее с телефото возможностями на S20 Ultra. Причем сразу в двух вариантах. С One UI 2.1 и с One UI 3. Давайте смотреть. Приближение 1x, так сказать, референс, чтобы вы понимали вообще, где я стоял. Десятикратное приближение. Вот тут максимально видно, как классно работает оптический зум на S21 Ultra. Прекрасный результат, который на голову выше гибридного зума у S20 Ultra. 30-кратный зум. Отмечаю, что с установленной One UI 3 S20 сильно лучше снимает с гибридным приближением. Смотрите на разницу между фото слева и посредине. Ну, а S21 еще лучше. Видимо, набор двух телефото объективов реально работает и дает преимущество. Ну и 100x. Ребят, понятное дело, что тут супер увеличение, супер гибридный режим и все такое. Но зацените, как сильно лучше получилось у S21 Ultra. Да, я не буду такое выставлять куда-то в Инстаграм. Я сейчас про то, что справа лучше. И это факт. И также отдельным пунктом я хотел бы рассказать про небольшой опрос, который я провел у себя в Инстаграме. Напоминаю, что Samsung во время презентации Galaxy S21 Ultra рассказали, что они плотно работали с Инстаграмом. И теперь Инстаграм во время съемки сториз использует API камеры Samsung, что положительно влияет на качество контента, которое публикуется со смартфонов Samsung в сториз Инстаграм. Я сделал две фотографии прямо через интерфейс Инстаграм. Выложил их у себя в аккаунте. Затем провел опрос, какая фотография лучше. Второй смартфон iPhone. И оба смартфона были подключены к одному Wi-Fi. С огромным перевесом победила фотография Samsung. То же самое я сделал с видео и результат оказался противоположным. Сами смотрите, что происходит с видео, снятым на S21 Ultra в интерфейсе Инстаграм. Картинка рвется, FPS падает. Но видео светлее, однозначно. Однако яркость не повлияла на результат голосования, где однозначно победил iPhone. Так что Samsung есть еще над чем поработать. Ну и съемка видео. По-прежнему максимальным допустимым разрешением в камере S21 Ultra остается 8К 24 фпс, которым вы никогда не будете пользоваться. А вот 4К 60 теперь работает на всех объективах. И вот если к фотосъемке у меня даже на сэмпли нет вопросов, то видео явно требует допиливания ПО. Учитывая, что нам говорили на презентации. Даже на основную камеру мне не хватает резкости. Хотя, например, стабилизация работает неплохо. А вот всякие программные фишки, типа съемки сразу с основной селфи-камеры, быстрое и наглядное переключение объективов без остановки съемки в кинорежиме. Все работает. Но честно, вот так сказать, положа руку на сердце, я не знаю, кому это понадобится. Причем съемка с двух камер еще ладно. Можно что-то придумать. Так снимают. Но вот кинорежим, ну не знаю. Напишите в комментариях, что думаете об этом. На финальную часть я оставил автономность. Напоминаю, что батарейка тут по-прежнему на 5000 мАч, точно так же, как и на S20. Но тут 5-нанометровый процессор, который в теории должен показать лучшую энергоэффективность. А так, это проверить я смогу только в полноценном обзоре. У меня сэмпл, тут нет модуля связи. Я его использовал в связке с айфоном, раздавал там Wi-Fi, подключался S21 Ultra и вот работал вот так. В таком режиме, к слову, он у меня спокойно проживал до вечера и оставался еще с запаса заряда на утро. Но я, естественно, его ставил на зарядку, потому что никто на утро 15% не оставляет. И все равно вам его придется заряжать каждый день. Но то, как он себя поведет с модулем связи, как он будет работать с 4G, пока что я вам сказать не могу. Извините. Ну и, как уже все знают, в комплекте с этими смартфонами нет блоков питания. Так сказать, global trend. Вам придется докупать зарядку отдельно, либо пользоваться какой-то, которая у вас уже есть. Этот смартфон поддерживает быструю зарядку, 25-ваттную. Тут есть беспроводная зарядка стандарта C. Причем, как и раньше, эта зарядка способна не только заряжать смартфон, но и отдавать энергию, заряжать какие-то другие телефоны или наушники Galaxy Buds или часы Galaxy Watch Active, которые поддерживают C-зарядку. Это удобно. Как заключение, хочется сказать следующее. Уже на данном этапе я хочу поблагодарить Samsung за проделанную работу. Явно без дела не сидели. Действительно переработали дизайн, который многим нравится больше S20 линейки. Программный аппарат на прокачали камеры, а также услышали пользователей и улучшили дисплей. Добавив поддержку 120 Гц во всех разрешениях и увеличив яркость. На мой взгляд, владельцы S20 Ultra могут рассматривать эту новинку для обновления. А вот что с Samsung Galaxy S21 Ultra в сравнении с конкурентами? Нам это только предстоит узнать. Мы обязательно в это сравнение большое, как вы любите, добавим iPhone 12 Pro Max. Мы туда добавим S20 Ultra, чтобы понять, насколько улучшилось поколение в сравнении с предыдущим поколением. Добавим туда еще какие-то смартфоны, которые вы нам посоветуете в комментариях. Поэтому пишите в комментариях, с чем сравнить S21 Ultra в полноценном видео. Ну, а вам сейчас спасибо за то, что досмотрели до конца. Samsung Galaxy S21 Ultra, как всегда, доступен по ссылочке в описании. Всем спасибо за внимание, хорошего дня, яркого настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok